Войну, вообще-то говоря, Порошенко и его подельники давно ведут против собственного народа, ведут войну на Донбассе, ведут войну против православия, поэтому ничего нового тут нет. Просто усугубляют и без того драматическую ситуацию, прекрасно понимая, что их не изберут. Те результаты, которые Украина сегодня имеет, они катастрофичны во всем. Замерзают города, поселки, растут цены, коммуналка, газ, все вздулось. Богатейшая республика терпит сокрушительные поражения. Что касается военного положения, это по их конституции единственный способ сорвать выборы. Вот он и пытается сорвать эти выборы. На мой взгляд, что бы он ни делал, он обречен, но нам надо проявить с одной стороны волю, для того, чтобы отстаивать интересы и прекрасно понимая, что украинский народ нам братский. Украинский народ сам оказался заложником ЦРУшников, Порошенко, этих жуликов, этих провокаторов и помочь максимально Украине избавиться от этого нашествия. Что касается непосредственно самой этой операции, но она проведена, на мой взгляд, ЦРУшниками, только с одной целью, для того, чтобы сорвать и предстоящую встречу Трампа с Путиным, которая должна произойти в Аргентине, и усугубить и без того сложные отношения. Других целей я не вижу.